Что такое личность? Что такое персонаж? Это такая система, которая живет за счет того, что питается сметимостью, энергией дыхания, энергией жизни, энергией бытия. Опять же, вы можете сказать, откуда вы это знаете, может, это не так. Обязательно вы все это вскроете сами. Но я хочу сказать вот какой момент. То есть, когда происходит разве преступление, смотрите, ваше присутствие больше не здесь, а ваше присутствие начинает смещаться. Соответственно, вот эта персонажная структура, структура сценария, она перестает иметь доступ к питанию. А питание – это сам свет, само присутствие. Чем меньше вы питаете, тем эта персонажность, эта пьеса, она начинает недополучать еды. Она начинает организировать. И делать что? Естественно, пытаться вернуть назад, всячески затащить. Через головную боль, через вторую на работе, дома, болезнь чьи-то, плохая погода, в дыме бушует, магнитные бури, летит комета и так далее, и так далее. Не важно что. То есть, та провокация, которая вас как бы захлопнет в себе. По большому счету, личность одна. Когда мы смотрим на того или иного человека, это просто вариабельность ее рисунка, вариабельность ее сценария. И всегда будет что-то плюс, что-то минус. Никогда не будет так, е-мое, вот здесь все идеально, а у меня как бы оно вообще не так стоит. Но так кажется. И что делает информационное поле? Оно специально создает, что где-то все классно, здорово, зеленое, прекрасное. А вот у меня все плохо, и жизнь обошла меня в стороне. Но это специально. А если вот заходишь в это, смотришь, и тем более больше знаешь, как это устроить, то это и есть информационная атака. Вот мы даже говорили, человека слушают друга по другу, так, здорово, так, раз для этого человека. А в конного начинаешь писать, что у себя не так, и после разговора тяжелое чувство. Потому что ты понимаешь, что у тебя не так. Это ее главный девиз. Не важно как, но будет не так. Вот все равно не так. И когда вы только это уловите, вы увидите, что это постоянно такой провокатор, бунтарь, который, с одной стороны, не дает спать, но и не дает удовлетворения. Поэтому здесь нужно, как бы, знаете, это как некий такой дрессировщик. То есть вы, своего рода, как бы дрессируете себя во взаимодействии с твоей личностью. Она никогда не успокоится. Она все время будет говорить о том, что, ой, я все понял, мне все хватит, я пошел. И вообще, почему тут я, как бы, это так близко, это так рядом, что ну, стоило вообще ходить на вебинары или еще куда-то. Все понятно. То есть по-разному можно заходить. То есть обратите внимание на резистентность. Потому что как только вы отошли, личность выстраивает быстренько, быстренько, чистокол, чистокол, что, знаете, вы с довольтой провода, но только вас больше не выпустят. Вы замечаете, что личность кодова, она бормочет постоянно. Просто это не воспринимается как внутренний даже диалог, а просто как такое кодовое сопровождение. Вот на это, пожалуйста, обращайте внимание, потому что я очень часто слышу, когда человек говорит, я буду останавливать внутренний диалог. Можно ли избавиться от личности? И если бы, допустим, гипотетически можно, к чему бы это привело? Смотрите, очень многие информационные источники говорят, изменить личность, любить личность, исправиться от эго, чтобы было. Абсолютная стагнация болота. Потому что личность провоката, она стимулирует. Личность специально рисует что-то такое, что вот эта зеленая трава, она где-то там за забором, но она не здесь. Причем, куда бы вы ни зашли, за какой забор, она всегда за следующим забором, но только не вашим. И это нужно открыть с собой. Это не значит, что ничего не добиваться. Это не значит, что не следовать каким-то своим желаниям или каким-то целям. Я еще раз говорю, быть в наблюдении за тем, как вы выбираете цель, это одно. Быть жертвой и цель выбирает вас, это совершенно другой расклад. Если вы не будете проговаривать, это как вот, я говорю, с просветленными. Те, кто приходили на концентрацию, они говорят, хочу просветить. Я все время задавалась даже вопрос, что будет, когда вы просветили? Как бы, что это такое? Вот 8 утра. И дальше начинался хаос. Потому что на старую работу поймать не хочу, а что хочется? А мне говорили, а хочется, чтобы просто люди приходили и спрашивали, как будет? У человека бывает утопическое ожидание, что если он пути без пути, что у него не будет проблем, что у него не будет кто болеет. Вы же осознаете, что это нереально? Поэтому, когда вы видите этот расклад, где вы, а где ваша личность, тогда вы понимаете, как с этим действовать. Если в какой-то момент вы не понимаете, где вы, а где личность, вот тут начинается проблема. Потому что она под видом вот этого автоматизма, под видом какого-то такого душесчипательного, обвиняющего, еще какого-то монолога с ее стороны, то потом у вас раздраивает. Потому что вы вовлеклись в эту частоту, и она будет мотать, как в центре фубе, до тех пор, пока вот этот заряд не выхлопнется. Личность хочет гарантии. Это называется принцип по мании верующих. То есть покажите мне, и я поверю. А принцип относится другому. Когда ты есть, когда ты идешь в это, не знай, что-то начинает происходить. И никогда не будет так, что тебе сначала покажут, уже 2 километра идешь, потом 3 километра в гору, и там тебя ждет счастье. Так не будет никогда. Поэтому вы должны почувствовать, что за всем этим стоит. Смотрите, вроде бы ничего не значит, еще вот такая фраза, вот такая. А там открывается огромный плацдарм всего, что контролирует. И гарантии, и страх, и неуверенность, и неизвестность. Когда человек в наблюдении за личностью, это позиция алгоритма автора. А когда человек обусловлен своей личностью, это формат для алгоритма персонажа. То есть здесь развиваются уже сценарии Песы. Когда человек попадает на чистоту Песы, там, где находится его персонаж, то здесь включается автоматический режим воспроизведения. Здесь права выбора нет. Выбор только, когда есть разобретение. То есть я и моя личность, я и я вижу, какой я человек, какой мой образ. А что такое личность по отношению к источнику? Это два враждующих лагеря? Вот вы говорили в начале семинара, что есть точки схождения, точка сингулярности. Вот как раз к этой точке идет именно личность. То есть она подталкивает человека. Тогда чью волю, грубо говоря, она выражает? Источника. И поэтому, когда информационные источники призывают что-то сделать с личностью или сделать эго, куда они ведут? Обратно. То есть в сон сна, чтобы человек даже уже не догадался, что возврата не будет уже никогда вообще. Идет необратимость. Закручивается воронка, в воронку заходит. Она такой, как бы, проявитель форм, очерчивает грани. То есть все представления благодаря ей оживают. То есть усиливается сама интерактивность. То есть она стимулирует. Просто на определенном уровне разделение есть как будто абсолют, а есть как будто личность. Но это на определенном уровне. Чем больше человек возвращается в суть себя, в источник себя, тем больше он узнает, что это все программа одного. Программа одного. Программа одного.